2015 год стал юбилейным со дня окончания Великой Отечественной войны. 70 лет прошло после того страшного для всего мира времени. Несмотря на это, война продолжает о себе напоминать. До сих пор тысячи бойцов лежат в сырой земле, непохороненные и неотпетые. Среди погибших есть и русские, и немцы. Смерть примирила всех. Говорят, что войну можно считать оконченной, когда тело последнего солдата будет предано земле. Поисковые отряды Петербурга ежегодно выезжают на места боев за Ленинград, ищут останки непогребенных бойцов, чтобы по возможности установить их имена и увековечить их память. С 2002 года поисковики Петербурга перезахоронили останки более 7 тысяч красноармейцев и установили имена более 250 бывших защитников Ленинграда. 3 декабря на территории Сестровецкого мемориального кладбища прошла церемония захоронения останков воинов, найденных в ходе поисковых операций в акте памяти 2015-х, приуроченных ко дню неизвестного солдата. Дорогие ветераны, жители Сестровецка, дорогие дети, в любом случае, конечно, как сказал Николай Александрович словами Суворова, война не закончена, пока не похоронен последним воином. Я могу сказать так, что война с фашизмом, она продолжается до сих пор. И если вы видите, как фашизм поднимает голову сейчас и на Украине, и в Европе, мы должны все понимать, что память – это главное, что у нас остается. Память о той войне, память о тех преступлениях, которые сделаны. Мы всегда должны противостоять. Мы всегда должны передать своим последующим поколениям тот героизм, с которым воевала наша страна, люди, все граждане Советского Союза. Поэтому хочется сказать, в этот скорбный день, когда сегодня мы захораниваем наших бойцов, вечная им память, вечная память защитникам нашего города, нашей страны, всего мира. В этот год, в 70-летие окончания войны, мне кажется, это еще более важно. Это является таким серьезным, знаковым событием. И то, что мы год завершаем именно тем, что захоронивает своих героев, говорит о том, что в наших сердцах это всегда останется. Всегда мы будем помнить об этом, чтить и передавать будущим поколениям. Спасибо. Неизменными участниками поисковых операций являются воспитанники патриотического молодежного клуба «Сестровецкий рубеж». В день неизвестного солдата земле были преданы останки 28 солдат Великой Отечественной войны, обнаруженных в ходе поисковых работ. Из них удалось восстановить имена только двух героев Отечества. Это рядовые Дмитрий Савельевич Романов и Яков Куприянович Плюснин. Сегодня поисковые группы нашли и принесли сюда останки наших советских воинов. Как будто вчера был жестокий бой. и эти пила принесли сюда для захоронения со всеми воинскими почестями. Некоторые воины имеют имена, некоторые по любым, по разным причинам не могли их установить, и они стали неизвестными солдатами. Но мы одинаково относимся и безымянным, и те, которые имеют имена бойцам, которые защищали нашу Родину и разгромили фашизм, который внезапно напал на нашу Родину в 1941 году, 22 июня. Мы вечно будем хранить память об этих бойцах, об этих людях. И старшее поколение из поколения в поколение будут передавать память об этих бойцах, об этих героях. Мы обязаны им тем, что мы с вами сегодня живы. Вечная память. Это захоронение было не только от клуба «Сестровецкий рубеж». Отряд «Озерный» он сам по себе. Это отряд Ленинградской области. Они сами по себе работали. Просто не думали, что так вот наткнуться на захоронение. Ну и нам передали на захоронение бойцов. Два отряда соединили на одном захоронении. То есть «Сестровецкий рубеж» вот из 28 и 14 нашел. И 14 человек нашел отряд «Озерный». Ну и по именному. Один у нас, один у них. Ну тут же никто не считает сколько, потому что, чё ж, как не мы, так и не отряд «Озерный». Тут, если кто-то думает, что зарплату платят по количеству похороненных бойцов, то кроме проблем ничего тут не найдешь. И это слава богу, что опять же муниципалитет «Сестровецкая» гробы заказал беспроблемно за свои деньги. И поэтому и интереснее нам отдать бойцов, чтобы мы уже всех вместе и похоронили. Потому что это на самом деле, если придет человек в неизвестный ему муниципалитет, там еще неизвестно, что он услышит. Потому что у нас достаточно большой опыт проведения захоронений. Мы с разными муниципалитетами уже работали. Поэтому, если есть возможность похоронить «Сестровецкий», это уже проверенное место, уж лучше здесь. Ну и если, конечно, это не перенос бойцов за много-много километров. Лучше здесь. Работа по обнаружению и извлечению останков солдат – это серьезный и кропотливый труд. В этот раз бойцы были найдены в окрестностях Белоострова и под Кингисеппом. Большая часть, скорее всего, с 1944 года. Потому что, ну, вряд ли бы там пролежали с 1941 года. Так сказать, очень тяжело, потому что форма не сохранилась. Не ботинки, ботинки, насколько я помню, были у одного. Большинство, конечно, разули, живым обувь нужнее. Оружия, личных вещей, да и не было. Поэтому то, что они все, с 1944 года, сказать тяжело. Подавляющее большинство, да. Но, стопроцентно, не сказать. Ну, медальонов два. То есть, вот, отряд «Озерный», который нашел Романова Дмитрия Савельевича, вот, каким-то чудом, человек на 1944 год имел его медальон. Полностью с данными о себе. Если просто не в курсе, то с 1943 года медальоны отменены, у солдат изъяты. Ну, вот там как-то человек зачем-то его в кармане держал. Ну, а Плюснин-Яков Куприянович, у него аж два медальона было. То есть, это как раз насчет тех рассказов, что дурная примета, никто их не носил, все выкидывали. Вот, у него их было два. То есть, он очень хотел, чтобы его нашли. Ну, его и нашли. То есть, почему сначала и подумали, что это какое-то захоронение, два медальона, два солдата. Все оказалось достаточно просто. Это один с двумя. Редко такое, но бывает. Ну, вот, под Кингисеппом это все дело было. Ну, здесь-то и похоронили, потому что это правночка. Ну, когда она сюда приедет, ей сестраяется всяко удобнее ехать, чем в Кингисепп. То есть, так-то надо было, конечно, там, где уж погиб. Ну, за этот год большинство, то есть, трое, с прошлого года, похоронили мы тогда в ноябре. Снег растаял, ну, и еще троих нашли. Вот они в церковь пролежали, в Петра и Павла в храме, и похоронили. Также мы спросили Олега, как выбираются места для поисков. Если война 41-44 года, карты-то никакие не нужны, потому что тут одна карта, тут линия фронта. Мало где двигалась вообще, хоть куда-то. Вот она как стала к ноябре 41-го года, так и до 44-го. Редко где она поменялась. И поменялась это тоже не километры. То есть, она одна. Бои-то все были в одних местах. То есть, финна разведка боем, наша разведка боем, это еще да. То есть, какие-то массовые там нейтралки, может быть, тут не тяжело. Если зимней войной это дело не мешать, так все достаточно просто. Просто прошлись. Там место-то там просто настолько людно, что никто не думал, что там еще кто-то остался. Ну, получается, 16 человек подняли. С местности очень сильно населенный. То есть, уж дома там, конечно, не стоят, но между садоводствами там грибников-то кошмар вообще сколько шлялось. То есть, просто даже никто не думал, что там еще бойцы лежат. Ну вот, они лежали. Сестраевский рубеж – это группа единомышленников, которые как бы сами себе составляют планы. То есть, группа товарищей, допустим, объединяется, что вот в этот день и те, кто смену работает, и те, кто там как угодно работают, они свободны, они быстренько собираются и едут на места боев. Потому что это же опять товарищи Пермамайский, вот, ну и Сестровец, собственно говоря, вот, кто-то из города к ним присоединяется. Вот, при том, если товарищи, которые, группа у нас вот туда ближе к Купчино, у них любимое место кататься в Синяве. Поэтому они, конечно, туда едут. Сами себе строят планы. Ведь, как я разрешение-то делаю на район на весь сезон, вот, тут единственное, что вот тот же, если ехать в Кировск, позвонить в полицию, сказать, что мы едем. Ну, чтобы не было там, чтобы они уже знали, что вот это Сестровецкий рубеж, а не какие-то там черные следопыты по кустам шевелятся. Вот, что мы сегодня там-то, там-то и там-то. Все, вопросов нет. И проверять, скорее всего, никто не поедет. Ну, просто если кто-то там из местных жителей заяву накатает, что вот, там, опять, вам же сказали, что это Сестровецкий рубеж. Нередко в раскопках принимают участие воспитанники клуба. По словам Олега, их помощь неоценима. Дети берутся на разведку, и дети берутся, ну, это в основном разведка есть. То есть, если какой-то зимней войны подъем уже ямы, где бойцы, ну, у них глаз может не быть только отапчу. Человеческое тело, оно полностью остается. Туда уже детей, конечно, брать смысла нет никакого. Это достаточно тяжелое для психики. Дело, ну, кости как-то в ужасе никто никогда не бился. На кости дети ездят прекрасно, помогают только чем могут. Наши дети до 18 лет прекрасно нам помогали. То есть, это не значит, что там они кости именно вытаскивают. У них основная работа – это смотреть, чтобы взрослые ничего лопатой не откинули. Потому что тот же самый, там, фаланга пальца или позвонок какой-то, можешь не заметить с земли, он вылетит на брустер, там и останется. То есть, основная детская работа – это как раз смотреть, что вылетело, что не заметили старшие. Оружие подбирали практически всегда. То есть, оставляется то, которое уже не оружие. Ну, вот как здесь ППШ-то висит у меня за спиной. Это же из одной из огневых точек, которые стоят на крыше ДОТа. Вот у него три фашистские пули. Ну, кому такой ППШ-то нужен? То есть, его просто ногами затоптали, да и все. Он и здесь-то висит в первую очередь, потому что он найден в одной из огневых точек, которые у нас живут с позицией. А по личным вещам, если боец 41-го года, у него личных вещей, конечно, много. То, что в 44-м году, какие там у него личные вещи? Вспомни, даже у него карманов на гимнастерке не было. То есть, ножик, мундштук, какой-нибудь там зажигалка. Больше у него ничего не будет. Ложка, котелок. Да и то, если он их в обузе не оставил. Вон, 47 бойцов похоронили. Это поза, прошлое захоронение. Вон, там все вещи лежат у меня в рамочке А4. То есть, если бы, конечно, все ремешки эти все собрал, все индивидуальные пакеты огромные, куча бы всего получилась. Ну, это же тоже не личные вещи. А так, что там, крестик. Даже и монет, по-моему, ни у кого никаких не было. Парни-то все были молодые. До 17 лет. По зубам же это все легко определяется, сколько лет человеку было. В этом году Сестровецкому рубежу исполнилось 6 лет за дня основания. За это время было сделано очень многое, начиная от восстановления самого полукомпонера АПК-1-Слон до организации инфраструктуры на прилегающих к нему территориях. Самое важное за этот год – это уличное освещение. Потому что теперь вот наши занятия вторник-четверг – это 6 часов вечера. Сегодня это прекрасно можно проводить. Темнота нам сейчас не помешает. Ну, другое дело, что мы сегодня, час после интервью, точнее, поднимем, в общем, сядем в машину и уедем в Тир на Петроградку стрелять. Потому что сегодня у нас стрелковый день. Ну, а так, темнота нам теперь не помеха абсолютно. То есть, страйкбол будет обязательно. Благодаря вот этим столбам уличного освещения. То есть, витрины экспонатов во избежание закрываются щитками фанерными, чтобы не пробить их ничего. Все, воспитанники делятся на две команды и под присмотром старших вперед. Благодаря вмешательству администрации курортного района освещение здесь могло появиться в принципе. То есть, как и освещение самого бункера, так и уличное освещение. То есть, я же не могу сказать, что это моя заслуга. Потому что один бы я тут мог бы до сих пор орать, стоять в лесу, как нам нужен свет. То есть, только благодаря администрации это все дело сделано. Ну, точно так же, как вот, надеюсь, до Нового года мы полностью уже абсолютно оборудуем все внутренние помещения постоянным видеонаблюдением. То есть, это как показало это лето, лето этого вот сезона. Просто жизненно необходимое видеонаблюдение здесь внутри. И не только потому, чтобы предотвратить воровство, там, всякие поломки витрины экспонатов, а хотя бы несчастные случаи. Потому что предупреждаем же все-таки, что, товарищи родители, вы же детей-то привели не на детскую площадку, вы за ними, пожалуйста, следите. Потому что здесь, или это не будет таким музеем, если мы тут все обклеим поролоном и резиной, чтобы вы головами не ступились. Ну, или следите с детьми. Ну, чтобы такого не было, видео обязательно должно быть. И опять же, только благодаря муниципалитету Сестроевска, я думаю, до Нового года мы этот вопрос решим, оборудуем полностью бункер. Сегодня Сестроевский рубеж является не только музейным комплексом и местом организации различных мероприятий, включая ежегодную зорницу, но и местом, где школьники могут под присмотром старших пройти курс молодого бойца, научиться обращаться с оружием, принять участие в походах и многое другое. Воспитанники Сестроевского рубежа подавляющее большинство это школьники Сестроевска. В принципе, исключительно Сестроевска, потому что сейчас темно, и даже те парни, кто в Приветинском живет, ну, тяжело по темноте все-таки видеть. По выходным уже городские. Занятия, то есть, вторник, четверг, к шести часам вечера, ну, окончание бывает, если хорошая погода была бы, вот как сегодня и не тир, но могли бы и до девяти часов вечера здесь заниматься. Ну, все равно большую часть я же на машине разведу по домам, вот кого родители забирают. Вот, то есть, для разминки это полоса препятствий. То, что ночь, это не помеха, просто там разные препятствия. Вот, в зависимости от погоды, преодолеваем то, чтобы избежать каких-либо падений. Да, и все их уже и так прекрасно знают, кто на что способен. Вот, после обычно трех раз полосы препятствий, чтобы остыть перед стрикболом, сборка-разборка автомата, снаряжение магазина патронами. То есть, сели и тихо, мирно, на время, чтобы, когда мы в следующий раз приедем в армию, опять не опозориться. Вот, чтобы можно было посоревноваться, что кто еще пацанов обыграет из солдат. Вот, ну, а после этого обычно стандартом выходим на поле, и опять же тоже, в зависимости от погоды, стрикбол. То есть, две команды при свете уличных фонарей, закрыв от разрушения витрины музейные, прячась за экспонатами. Какие-то защитные люди? Так, защита стандартные очки. То есть, бронежилеты никто тут, потому что они просто потеть будут. То есть, так бы оно, конечно, и было хорошо, одевать их по полной программе, с полной выкладкой, вот, но от этого дети будут потеть. У них очки запотеют, они эти очки будут стараться снимать, протирать. Не дай бог, получат шарик глаз. Поэтому одеты все-таки все максимально легко, лишь бы не потели. Именно скорость движений, чтобы быстро прятались за этими же экспонатами, двигались, 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 чтобы тяжело было попасть шариком. Благодаря работе таких клубов, как Сестрорецкий рубеж, граждане стали больше интересоваться историей нашей страны и подвигами ее героев. Ежегодные реконструкции, которые организовывают клубы, собирают все больше и больше зрителей. Таким образом, история становится ближе к нам. А если говорить об огромной работе по поиску погибших солдат, надеемся, что в скором времени не останется тех, кого бы не нашли и не похоронили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова